Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС снова на связи. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Виталий Димбовский. Мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала текущего года только в столице расчеты МЧС на пожары и загорания выезжали более 2000 раз и более 1000 раз на другие чрезвычайные ситуации. На пожарах 10 человек погибло, 48 пострадало, из них двое детей. 46 человек удалось спасти. Более подробно о происшествиях ушедшей недели прямо сейчас. Минск чрезвычайный. В понедельник, 24 августа, около 4 дня, в службу спасения поступило сообщение, что на улице Скорины, около дома номер 22, человека засыпало землей в траншее. Было установлено, что при проведении земляных работ по укладке канализации в траншее глубиной 3 метра на территории стройплощадки произошло обрушение грунта на рабочего. Работники МЧС извлекли гражданина с помощью шансового инструмента. Бригадой скорой помощи пострадавший доставлен в больницу с диагнозом «сидром сдавливания» – клиническая смерть. Причина происшествия устанавливается. Позже стало известно, что пострадавший, к сожалению, скончался в больнице. Вечером того же дня в службу 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме номер 21 на улице Щербакова. В одной из квартир, расположенных на первом этаже, загорелось домашнее имущество на площади 4 квадратных метра. Из горящего помещения бойцы МЧС спасли 52-летнего мужчину, который отравился продуктами горения. Также эвакуировали 10 человек из выше расположенных квартир. Пожар был потушен спустя 12 минут после вызова спасателей. Оказалось, пострадавший курил в нетрезвом состоянии. Мужчина госпитализирован. Минск чрезвычайно. 25 августа в доме номер 32 на улице Неманской в оконном проеме квартиры застрял кот. Домашний питомец умудрился выбраться наружу, в то время как стеклопакет был открыт на режим проветривания. Во время выполнения этого акробатического элемента у пушистого гимнаста застряла нога. На помощь незадачливому питомцу пришли спасатели, которые поднялись к нему с помощью лестницы. Животное не пострадало. 26 августа в службу спасения позвонили прохожие и рассказали, что горит двухэтажное неэксплуатируемое здание по адресу улица Серова, 54. Пожар огнеборцы оперативно потушили. Предполагаемая причина происшествия – поджог. Доступ к дому был ограничен. К слову, здание нынешним летом уже приходилось тушить. Не эксплуатируется оно с 2010 года. Снос запланирован на следующий год. 27 августа в советском районе спасатели и милиционеры предотвратили попытку суицида. Накануне в доме номер 19 на Логойском тракте 34-летняя женщина взобралась на ограждение балкона лестничной клетки на 19 этаже и хотела спрыгнуть. К счастью, трагедии удалось избежать. Подразделение МЧС установили пневматическую подушку «Куб жизни» и наладили с женщиной контакт. Позже, подобравшись поближе, сняли ее с ограждения. Женщина была госпитализирована. Минск чрезвычайный. 28 августа около пяти утра в частном доме во втором переулке Можайского случился пожар. Прибытию спасателей горело уже почти все здание. Во время тушения в одной из комнат был обнаружен труп 62-летнего пенсионера. В доме погибший проживал с супругой, которая на момент происшествия спала на улице под навесом. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. 29 августа в Центр оперативного управления партизанского РЧС поступило сообщение о том, что на улице Геологической обнаружен боеприпас. После того, как спасатели прибыли на место, было установлено, что обнаружен 85-мм артиллерийский снаряд без гильзы со взрывателем времен Великой Отечественной войны. Работы по разминированию проводила взрывотехническая лаборатория военной части 54-48. Снаряд вывезен с места обнаружения для ликвидации на полигоне. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. В воскресенье 30 августа в разных районах столицы горели две иномарки. Первое сообщение о возгорании поступило накануне в первой половине дня. Звонивший объяснил, что напротив дома номер 32 на улице Комсомольской горит автомобиль. Огонь охватил Dodge Caravan 1999 года выпуска, который во время происшествия находился на территории ЖС-2. Пламя вспыхнуло в моторном отсеке. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки. Позже на улице Корженевского ситуация повторилась. На территории одного из крупных торговых центров загорелся Citroën C5 2009 года выпуска. Огонь удалось оперативно потушить. Предполагаемая причина аналогичная – короткое замыкание. Минск чрезвычайный. Ну что ж, о происшествиях – это все. В конце хотелось бы еще раз напомнить. Сегодня 1 сентября. По всей стране дети отправились в школу. Я еще раз обращаюсь к водителям. Будьте особенно внимательны. А родителям я еще раз хочу напомнить, чтобы быть спокойным за своего ребенка, постоянно обучайте его вопросам безопасности в повседневной жизни. Помните, это крайне важно. До встречи через неделю. С вами был Виталий Зимбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.